Благослови, Господи, наши занятия, и не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Господи, пребудь с нами в этот день, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и прислывая веки веков. Аминь. Так, мы остановились в пятой главе, 17-18 стих. Так, сейчас посмотрим, у кого микрофон. Что, начинаем. Напомню, что Иисус исцелил расслабленного, который был 38 лет, болел, и он его исцелил, и потом встретил, и сказал, что не греши, иначе с тобой будет еще хуже. То есть, у него была от грехов эта болезнь. И потом было сказано, что иудеи стали иудеи гнать, Иисус искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. То есть, они ему предъявляли за то, что он сталец в субботу. И вот Иисус отвечает, следующая глава. Точнее, глава там самая, пятая глава, 17-18 стих. Иисус же говорит им. Так, сейчас отключу этот комментарий. Плодятся они. Где-то я туда включил. Как закрыть там. Все. Все, 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 все. Иисус же говорит им. Отец мой до ныне делает, и я делаю. То есть, в субботу вот он исцеляет. И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Он, как равный отцу по чести и власти, говорит. Как Бог и отец мой делает в субботу. И вы не обвиняете его, так и меня не должны обвинять. Как же отец делает до ныне? Моисей говорит, что Бог почил от всех дел своих. Ну и сказано, что Бог, то есть, в субботу почил от всех дел своих. Ты желаешь знать, как Бог делает до сели? Смотри на вселенную и познай дела промысла. Солнце восходит и заходит. Посмотри на море, источники реки, животных, вообще на все сотворенное, и увидишь, что тварь делает свое дело. Особенно приводится в действие движение неизреченным способом промысла. Без сомнения, промысел делает свое дело и в субботу. Посему, как отец делает и управляет тварью в субботу, так и сын его делает справедливо. То и я, сын его, делаю справедливо, как Господь говорит. Но они, подстрекаемые завистью, искали убить его не только за то, что он называл Бога отцом своим, делая себя равным Богу. Называя себя сыном, он необходимо делать себя равночестным Богу, ибо всякий сын бывает одного и того же естества с отцом. То есть, это место прислания нам показывает, что все иудеи, которые искали убить его, прекрасно понимали, что он себя делает равным Богу. То, что он себя делает одного естества с Богом, и из-за этого они его угнали. То есть, и написано, не только нарушал субботу, но и отцом своим делал Бога, делая себя равным Богу. То есть, отцом своим называл Бога. Не просто отцом, как вот, мы же тоже отцом называем своего Бога, а именно делая себя равным Богу. То есть, вот в этом смысле именно. То есть, как власть, такую же имеющую, как отец. Именно за это его гнали. То есть, это еще одно место, которое доказывает, что Иисус – Бог. Иоаннгелие Иоанна, 5 глава, с 19 по 21 стих. На это Иисус сказал. Истинно, истинно говорю вам. Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего. Ибо что творит он, то и сын творит так же. Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам. И по каждому дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет, кого хочет. Но вот эти места Писания, они могут наталкивать на мысль, что, ну как же так? Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит от отца. Как уж это значит. И вот толкователь здесь это хорошо объясняет. Что это значит? Покажет и больше сих. Укрепив расслабленного, он намерен воскресить мертвого. То есть он до этого исцелил. Писания говорит, если вы удивляетесь, что я исцелил и расслаблен, то увидите еще и большее. То есть что я аж мертвого воскрешу. Что уничиженное выражение покажет. То есть он сказал с намерением, чтобы смягчить их неразумие. То слушай, что следует далее. И он говорит, как отец воскрешает мертвого, так и сын оживляет, оживляет, кого хочет. То есть здесь он сказал, вот почему он так сказал, если не увидит отца творящего. Он это сказал, чтобы как бы по человеческой своей природе. Ну как бы, вот он, как здесь же толкователь сказал, намерением смягчить их неразумие. То есть они настолько уже обозлились на него. И он им вот смягчил это неразумие. То есть смягчает этим самым. То есть напрямую он никогда не говорит, напрямую прям вот так вот открыто. Потому что его бы сразу же бы захотели убить. Прямо на месте. Он это так тоже не мог делать. Но дальше он раскрывает всю суть. И он ему показывает, как отец воскрешает мертвый, так и сын оживляет, кого хочет. Ибо отец не судит никого, но весь суд отдал сыну, дабы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославший его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную. И на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Ибо отец не судит никого, но весь суд отдал сыну, дабы все чтили сына и отца. А как чтут отца? Как Бога и Творца. И тут он и говорит непосредственно, что сына, то есть меня, должны чтить так же, как Бога и Творца. Потому что сказано, что дабы все чтили сына, как чтут отца. Под отцом подозревается только Творец, естественно. Бог тот, который Иегова, который иудеи знали, как Бога и Иегову. И вот он здесь явно уже сказал про себя, что я Бог, потому что весь суд мне отдан, чтобы для чего? Для того, чтобы меня чтили так же, как и чтут отца. То есть так же, кто не чтит сын, тот не чтит отца, пославшего его. То есть он им говорит, что если вы, говорит, меня не чтете, как Бога, то вы не чтете и вообще, и отца даже. То есть того Бога, которого вы подразумеваете под создателем. Вы, говорит, и его не чтете. И потом говорит, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославший меня имеет жизнь вечную, на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Видите, слушающий слово мое и верующий в пославшую меня на суд не приходит. Вот здесь может показаться, что это значит, что если человек верует в Иисуса Христа, то есть верующим является, то над ним и суда никакого не будет. Но, как мы же читаем, 2 Калимфа 5.10, написано, ибо всем нам должно явиться перед судилищем Христова, чтобы каждому получить соответствие тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. То есть, нельзя так понимать, что подразумевается под судом, если написано, что мы все на суд приходим, а здесь написано, что на суд не приходит. И вот мы дальше сейчас будем читать. Ибо мы, люди, особенно неразумящие из нас, обыкновенно научаемся нужным более страхам, чем благодеяниям. Слова «отец отдал суд сыну, понимая, что он родил его судьей», то есть, сын родился от отца судьей, был рожден. Потом тому, как слышишь, что он дал ему жизнь, понимаешь, что он родил его живущим. Так как отец есть причины бытия сына, то и говорится, что все, что не имеет сын, принял от отца, как имеющий от него по естеству. Если он говорит, что есть тварь, превосходнейшая всех творений, и думает, что ему, как сыну, ложно и напрасно придается такая честь, тот решительно бесчестит и отца, пославший его. То есть, можно же еще понимать, что тут можно так понять, что как будто отец, вот сын не имел этой власти, но отец потом ему дал эту власть. Но так не понимается. Именно понимается в том смысле, что он по естеству имеет эту власть от отца. То есть, сын имеет власть от отца по естеству своему, так как он рожден от него. И сразу же, как бог идет, и как судья по этому. И вот, почему на суд-то не приходит, написано. А это означает, что верующего не приходит на суд, то есть, в муку, но живет вечной жизнью, не подлежа смерти душевной и вечной, хотя смерть телесной и временной не избегнет. То есть, под судом здесь поднимается мука, вот здесь вот, в данном случае. Не тот суд, страшный суд, а именно мука. И сразу все встает на свои места, противоречия все исчезают. Этот вопрос, здесь все понятно? Если кому-то непонятно, задавайте. Потому что здесь будет тема, как раз таки, сегодня вся тема будет касательно божества Иисуса Христа. И здесь надо разобраться конкретно, почему церковь, святые отцы, именно приняли все, что мы имеем, что Сын, то есть, Иисус Христос есть Бога-человек, что Он есть Судья. Это здесь все раскрывается. Здесь вот, вот именно в этой главе, ну вообще вся, все Евангелие Туана не спровергает все ереси, которые существуют, всех мусульман, всех, ну, всех сектантов практически. Здесь надо четко разобраться, что, о чем говорится и почему. Это важная тема. Здесь надо очень внимательно слушать. Вячеслав, как это понять, на суда не приходит? Вот так и понять, значит, не приходит на муку вечную. В муку не приходит, значит, означает. Здесь под судом подозревается мука. То есть, вот здесь вот мы читаем. Верующий в нее не приходит на суд, то есть в муку, но живет вечную жизнью, не подлежа смерти душевной и вечной, хотя смерть телесного им не избегнет. То есть, это помнишь, как вот есть в первом псалме, такая тоже написано. «Ибо не воскреснут нечестивые на суд, и грешные в совет праведных». То есть, написано, типа, «не воскреснут нечестивые на суд». То есть, имеется в виду... А здесь, то есть, в первом псалме подразумевается под судом вечная жизнь. То есть, они не воскреснут для вечной жизни. То есть, под судом Библия понимает разные понятия. И надо всегда различить, в какое понятие, в каком моменте вкладывается. Под судом подразумевается именно суд, когда тебе взвешиваются твои дела, которые ты совершил. Потом, под судом подразумевается гиена огненная, и под судом подразумевается вечная жизнь. И вот надо всегда разделить, в каком месте говорится о чем. Вот в данном месте говорится именно о гиене, о вечном смерти. На суд не приходит. Так, значит, соответственно, гиенную огненную тот минует, тот человек, и переходит в вечную жизнь. Да, да, да. То есть, по сути, он спасается, человек этот, он спасен. Да, 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 это просто о спасении. Но все равно на суд он приходит. На суд приходит, только здесь под словом суд подразумевается не суд, который, не суд, где взвешиваются дела, а именно суд, значит, уже исполнение суда, как бы, при том, плохое исполнение суда, то есть вечная мука. Осуждение, как бы, да? Да, осуждение, да, да, да. Да, на приговор не приходит, то есть, приговора у него не будет вот этого, осуждения. Вот это что значит. Правильно. Спасибо, Господи, я понял. Это еще относится к тому, что люди, которые здесь уверовали во Христа и родились свыше, они уже перешли от смерти в жизнь. Почему и написано, встань спящий, воскресни из мертвых и освети себя, Христос, как он осветит тебя. Как ты станешь спящий, да? То есть, ты встанешь, да, ты покаешься, получишь рождение свыше, да, у тебя душа родится, и ты уже не будешь, то есть, ты, если умрешь, да, то ты не получишь своего приговора, а эти, которые умрут, они уже осуждены, то есть, гнев Божий пребывает на них, и они получат уже после смерти свой приговор. Ну, есть описаны такие слова, что суду Божьему начаться с Дома Божьей. Есть же такие слова. А там у Петра это совсем другой стих, не к этому относится. Я сейчас поясню, видишь, я же еще привел здесь, ибо всем, апостол Павел говорит, ибо всем нам должно явиться перед Судейшим Христовым, всем, то есть, и вам, всем, чтобы получить, соответственно, тому, что он делал в живее, в теле доброе или худое. То есть, венцы. Да, да, ну, то есть, да, вот это, это всем стоит явиться в это дело, но именно тот, кто будет жить правильно, то есть, по Слову Божьему, кто примет его, родится свыше, то есть, от Бога, то он уже, то есть, Господь ему обещает, что он будет спасен. Вот он на суд, то есть, ему приговора вечного осуждения не будет. Вот это подразумевается. То есть, под словом суд, в Библии очень много, так, под одним и том словом является разное значение, в разных местах. То есть, надо посмотреть в контексте всегда. Понимаешь, если мы бы вот здесь подразумевали суд, вот это, как ты подразумевали, как ты сказал, типа, вот, весы, да, то тогда бы это противоречило вот этим всем местам, которые мы привели, и про с Петром, и вот с апостолом Павлом. Но Библия не может себе противоречить, следовательно, значение здесь другое. И вот значение мы уже сказали. Вот здесь отец сказал святой, говорит, то есть, в муку. То есть, верующие не приходят на суд, то есть, в муку. Вот в чем подразумевается. Я такое толкование слышу, что по разным причинам приходят, вот, которые грешники на осуждение вечное, а праведники, они тоже на суд придут, но за получением, за получением от Бога даров. Да. И притом, и то, и то называется в местах Писания судом. То есть, если в сером псалме написано, не воскреснут нечестивые на суд, это называется, то есть, они не воскреснут для получения райской жизни. То есть, посмотрите, что это значит. Они же-то воскреснут, правильно, на суд. Оно написано, не воскреснут на суд. То есть, это получается, не воскреснут на суд дарования, то есть, вечной жизни. Вот на этот суд они не воскреснут. А воскреснут на суд осуждения именно. Ну, это получается, Вячеслав, что Бог скажет, верный раб, зайди в уготовленное место для тебя. А грешникам скажет, пошли в ад, правильно? Да. Да это суд. Не весы, а венцы. Да. Это не суд, это подразумевается полученный приговор. Праведник воссияетка солнца, а грешник, он воскреснет для осуждения, получить свое. Суд, он уже совершается, тут он на земле. Ну да, тут уже, там уже будет, как бы, приговоры, именно приговоры. Ну, я так понимаю, верующему человеку на жизни еще дается шанс изменить свою жизнь, пока живой. А когда человек уже в улет, то уже все. Там или геона огненная, или вечная жизнь, двух одно. Третьего нету. Да. И то, и то называется судом. Праведники воссияют, как солнце, а грешники получат свой приговор на муки вечные. Вот. То есть, эти праведники воссияют, как солнце, то есть, это их будут венцы. А грешники получат приговор на муки. И то, и то, это будет суд. Я понимаю, это как притча о талантах. Того связать, выкинуть ата за неврадость господина твоего. Да. Продолжаем. Понял. Спасибо, Христос. Евангелие, 5 глава, 25 по 29 стих. Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, что когда мертвы услышат глаз Сына Божия и услышавшие оживут, ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. И дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын Человеческий. Не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия и изыдут творившие добро воскресение жизни. Вот тут уже ответ, видите? Отделавшие зло, воскресение, осуждение. То есть, дальше мы уже прочитали ответ на то, что мы как раз обсуждали. Здесь это уже раскрыто. Смотрите, написано, когда наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божия и услышат оживут. То есть, почему написано, настало, наступает время и уже настало. Вот читаем. Чтобы слова его не приняли за напыщенность и пустую надменность, он представляет и подтверждает отдел. Говорит, наступает время, потому что не подумали о времени далеком. Говорит, и настало уже, когда мертвые слышат голос Сына. То есть, он говорит, ты сейчас, при мне это будет. То есть, меня, ныне живущего с вами, говорит об мертвых, которых он имел воскресить, как то о сыне вдовы, о дочери начальника синагоги, о Лазаре. То есть, он говорит, что вот при мне все люди будут воскрешать, и он это делами доказывает. Хотя он сын человеческий, но вместе и Бог. То есть, почему он говорит, ибо как отец имеет жизнь в себе саму себе, так сын дал иметь жизнь в саму себе, и дал ему власть производить суд, потому что он есть сын человеческий. Вот я думаю, почему, как кажется, он ему дал власть, и говорит, потому что он есть сын человеческий. То есть, вроде как, если он сын человеческий, то он не должен власть это иметь, да? А здесь подразумевается, мне кажется, вот я тут это не читаю, но мне кажется, что в том смысле, что, допустим, он же еще не просто Бог, он же еще и человек, и потому знает человеческое. И поэтому суд его будет наиболее праведный, потому что он как человек еще прожил жизнь. А если бы только Бог был, то весьма справедливо можно было ему, как Ио, сказать, что ты не знаешь вот этого. То есть, ты Бог, ты там совершенный, а ты не знаешь, что мы чувствуем, что мы несовершенны такие. То есть, ему можно было бы предъявить, а теперь, когда он воплотился и прожил жизнь полностью как человек, то ему уже мы не имеем никакого оправдания. То есть, ничего Богу уже не предъявишь, потому что он, теперь он имеет власть, то есть, действительно справедливую, ему ничего не позволяет производить суд над нами. Вот так, я думаю. И вот, смотрите так. Хотя он сын человеческий, но мести Бог, посему справедливо иметь власть суда, как сын Божий. Теперь говорит о всеобщем воскресении. Дальше. Значит, оправдывает не одна вера без дел, но нужно иметь дела, ибо тогда только вера бывает истина. Видите, написано вот как раз-таки на суд, на какой суд все воскреснут? Одни изыдут творившие добро воскресения жизни, а делающие зло воскресения осуждения. То есть, будет всеобщее воскрешение на суд, и одни для одного, другого для третьего. Творившие добро. То есть, изыдут творившие добро именно, не только верующие, но и творившие добро. Это надо учесть тоже. Что без веры, вера без дел мертва есть. Что в воскресении жизни воскреснут именно творившие добро. Тут еще нужно разделить, что есть люди, которые делают дела не в Духе Святом. Да? Мы почему и молимся, чтобы у нас были дела, соделанные в Духе Святом и с любовью. А есть народы, которые делают дела добрые, да, с лукавством. То есть, для какой-то выгоды для себя, сделать человеку доброе. Да. Или просто естественное добро. Вот иудеи, мусульмане, буддисты, они в Духе Святом делают добро с любовью. Мусульмане, когда делают добро что-то, он обязательно ждет, и он даже, как бы, тебя обязывает, что ты что-то ему должен. Ну, да, но даже тут подразумевается еще не только то, что обязательно он делает каким-то злым умыслом. Не обязательно со злым будет даже умыслом делать. Потому что, ну, всякое доброе даяние от Отца Светов, понятно. И по естеству люди бывают и делают добро реальное, то есть, которое нельзя, как бы, оценить. И по действительно доброму намерению, потому что они любят. Потому что среди язычников есть, вот как этот, мы читаем про, как его, ну, сотник, который уверовал-то, Корнилий. Македонянин, македонянин, сербис. Да, и македонянин, то есть, есть естественное добро, которое они делают, но если оно не в Духе Святом, и с любовью, то, конечно, это добро его не введет в Старство Божие. То есть, его никак не спасет без искупительной жертвы Христа, ему это не поможет именно войти. Действительно так и есть. И македонянин, дело в том, что тогда, когда только Христа распяли, да, Дух Святой сошел, да, и милостыни его пришли перед Богом, да, и поэтому по его милостям Господь посетил его дом. То есть, он много милости делал. Но я думаю, что этот македонянин, он просто молился, не знал, какому Богу молиться. Но делал, то есть, добро, все-таки совесть его побуждала, потому что в Писании есть такое, если Бог тебе влагает мысли сделать кому-то добро, а ты не делаешь, то это грех тебе. Да. Можно реплику? Да, да, конечно. Вот, говорят тут, корысть ожидает. А любой христианин, вообще любое существо, оно, так сказать, делает, ну, я имею в виду человек, он все равно обретает корысть многую, даже словами Давида, можно сказать. Просто он эту корысть ждет, христианин сознательный, осознанный, он ждет ее от Отца Небесного. Зная весь расклад, зная Писание правильно, он просто ждет воздаяния от Отца. Опять же, с корыстью это делает. Просто так, бездумно, бескорыстно что-то делать, ну, это, найдите мне кого-нибудь. А другие делают добро, чтобы Бог просил им грехи за то, что они делают добро. Так они рассуждают. Ну, опять же, опять же, опять же, смотри, вот, зашито, зашито в любом действии, зашито какое-то, понимаешь, осмысленное, и ждешь воздаяния не от человека, в данном случае, а еще раз повторю, от Господа, вот и все. Ну, это Бог так вложил, так в человека сделал. Ну, только направлять это надо, чтобы мы свои добрые дела во имя Иисуса Христа делали. Ну, слава Божию. Ну, опять же, ты это делаешь, но ты все равно ожидаешь от Отца Небесного, как бы сказать, внимания, там, ну, что-то, благодать, там, и так далее, благословения. Все равно ожидаешь, как ни крути. Ну, корысть все-таки подразумевает земное получение, все-таки потому, что мы же вот это не знаем, то, что на то, то есть, мы же это верим в это, и вот, то есть, именно верим только в то, что мы получим за это воздаяние, то есть, его нету этого, то есть, корысть, она именно основана на земных, как правило, каких-то. Это, ну, можно сказать, духовная корысть, что ли? Ну, а чего плохого в духовной корысти? Вот именно, что духовная корысть не является, то есть, не является никаким, то есть, это является добром в полном смысле. Ну, я не говорю, я тут оценок не даю, понятно, что, но, опять же, не бескорыстных каких-то поступках их просто не существует. Есть корысть, так скажем, ну, благословенная отцом, да, творцом, а есть осуждаемая им, вот и все, надо разобраться, какая корысть, и поступать по той корысти, которая правильная, ну, я так думаю. Ну, да, которая во славу Божию, во славу Божию, так, корысть, если так угодно сказать. Так, я не понимаю, да, братья, как это корысть во славу Божию? Я тоже не понимаю. Ну, например, ты хочешь большего получить, большего в Царстве Небесном, ну, будь, лиши себя большего, например. Старайся больше, больше, больше трудиться, как апостол Павел говорил. Я, ну, я больше из, как он говорил, по-моему, я больше из вас трудился, да, ну, вот, ну, больше, больше делай во славу Божию, старайся больше исполнять запах, больше на себя, как Игнат Тихонович, например, он взял на себя, сколько он взял на себя, не все, не каждый так может столько взять, столько делать. На другой стороне, не каждому дано, ну, в этом, как бы, подразумевается корысть, если так угодно. Апостол Павел трудился больше всех, чтобы не зависеть ни от кого, вот что, ни от апостолов, ни от благоествующих, он зависел от своей работы, шития палатки. Ну, в итоге он за это тоже, я думаю, получит, соответственно. Зачем привязываться к термину, они, слово многозначное, ну, поменяя слово корысть, так как воздаяние, не знаю, венец. Вот это имеется в виду, что привязываться к термину-то. Вот я объяснил, то есть есть синонимы этого слова, пожалуйста, кому как нравится, венец, хорошее слово. Ну, это вообще противоположная корысть. Давайте посмотрим в толковом словаре, что означает слово корысть. Что, почему оно, видите, выгода, материальная польза. Ну, вот выгода. Корысть. Выгода, ну, выгода какая? Ну, опять же, какая выгода? Давай дальше смотрим, выгода что такое. Польза, полезно. Вот, пожалуйста. Да, потому что я не помню, где это написано, то, что делает правая рука, не должна знать левая. Когда знает левая, то, что делает правая рука, тогда это получается корысть. Это возношение, это от превозношения имеется в виду сам себя. Я так правильно понимаю, в простоте сердца надо все добрые дела делать? Да. Ну, ради бога ты и делаешь, в том-то и дело. Бог, ну, правильно Виталий сказал? Если ради бога делаешь, то это освещается просто все сразу же. А стяжание венцов как назвать? Вот, стяжание Духа Святого Божьего. Пожалуйста, стяжание. Но самое главное, ты не ищешь своего. Просто под корыстью всегда что-то хочется свое, да? Ну, и как-то временно. У меня почему-то под корыстью прям временное только подразумевается. Потому что ищешь своего и временного. А как-то это не связано с вечным и не своим. Ну, почему-то такое ощущение у меня просто. Не принимается слово корысть. Мне кажется, это просто, да, ассоциации с этим термином. Ну, например, так же, как ассоциации со словом ересь, например. Инакомыслие, да, это значит, по-моему? Да. Ну, тут очень широкое, может быть, истолкование этого слова. Но там обычно воспринимается, что это еретик, это там, например, для нас это птиц, например, или какой-то сектант какой-нибудь, например. То есть негативный сразу оттенок. Так же самое с корыстью, с словом корыстью, негативный оттенок просто. Но я как использую, чтобы подразумевать под этим словом. Вон вспомнилось это. Андрей Кураев, который у него была программа, говорил, я идиот, потому что вот то-то оно значит по... Это древнегреческое слово и так далее. Ну, то есть оттенок. Так, вопрос всем, чтобы все поняли. Написано, ибо как отец имеет жизнь сам в себе, так и сыну дал иметь жизнь в самом себе. Здесь всем понятно, что речь идет, что сыну Бог дал власть не просто вот он был у него сын, он ему дал власть. То есть в какой-то момент времени. А в том, что он ему по происхождению дал власть. То есть, как, допустим, можно сказать, что я, допустим, у меня у отца моего замок, допустим, да, во владении. И я у него родился, и я как бы тоже владею этим замком, поэтому. То есть ей как бы можно сказать, что он мне дал эту власть. Но не в том смысле, что он мне дал ее просто наделил, там, написал. А в том, что я от него рожден, я такой же, как он, имею власть такую же, как и он. То есть в этом деле. тут всем понят этот вопрос что здесь не говорится о том что он его во времени наделил этой властью а по естеству то есть как вечности да то есть это он не имеет такую как то что он исходит от отца он как бы рожден одним он просто ее имеет уже как сын наследовал от отца да не во времени а вечности именно потому что здесь много таких моментов будет которые как бы вот в этом смысле только так надо понимать иначе будет ересь дальше читаю иоанн гелитуан и 5 глава 30 стих я ничему не могу творить сам от тебя как слышу так и сужу и суд мой праведен ибо не ищу моей воли на воли пославшими отца то есть вы ответе вот это прям может смутить многих здесь почему то как я ничего не могу творить сам от себя здесь надо понимать контекст здесь как бы отвечает на обвинение иудеев что он якобы противник богу и что якобы он отдел по собственному произволу то есть они живо считали что он по собственному так говорит то все и он говорит что я не по собственному произволу я ничего не могу по собственному произволу говорить так как бы сам от себя он на это он им дает ответ как слышу так и служу и суд мой праведен и утолковать и говорит я не могу творить ничего нового и чуждого от отца то есть просто что новый он чужды от отца ничего не творит вот это что бывает ибо я не имею ни воли ни силы отличный от отчей, то есть не имею какую-то другую волю, то есть не означает, что его воля противоположна, а он его типа усмиряет ради воли отца, но наоборот его воля соответствует воле отца, то есть его воля такая же, как у отца. Они же его хотят как бы противопоставить иудеи, были, отцу, как бы, говорит, мы вот идем вот от Бога, а ты вот типа тут такой бунтарь против Бога. И он ему говорит, что ничего подобного, у меня воля отца и моя одна и та же. Дабы некоторые, видя его человеком, не соблазнились, как видимый человек может производить праведный суд, тогда как, по словам Давида, всякий человек ложь, то есть они же его обвиняли-то, что ты человек будущий, а говоришь, что у тебя там суд праведный, то он вперед сказал, не удивляйтесь тому, что я сын человеческий. И теперь говорит, суд мой праведен, потому что я сужу так, как слышу от отца моего судящего. Ибо я не своей ищу воли, но воли отца. Кто желает утвердить свою волю, тот может быть заподозрен в нарушении правды, ну потому что ради себя. А кто не имеет в виду себя, тот, какой будет иметь предлог произносить суд неправедный. Сейчас я вам поясню, потому что тут не всем понятно сто процентов. Что подразумевается? То есть, кто не имеет в виду себя, то есть, если кто делает ради своей воли что-то, то его же может заподозрить какой-то выгоде ради себя, правильно? Ну, допустим, ты знаешь, что ты ради себя, то есть, ты работаешь, ты там, ну, бизнес ради себя устроил, и ты, как бы, выгоду свою ищешь. А если ты знаешь, что ты на кого-то, вот человек работает, то он выгоду ищет того, на кого работает, как бы. То есть, если делать по воле другого, то такого заподозрить нельзя, в том, что он ради себя это будет делать. А он же говорит, что я-то делаю волю отца, то есть, его, поем, говорит, что меня заподозрить нельзя, что я какую-то имею выгоду в этом. Поэтому, и толкователь говорит, что вот на это он отвечает, да ибо я не ищу ни своей воли, но волю отца. То есть, поэтому заподозрить, говорит, меня нельзя в нарушении правды. Так, здесь все понятно? Нет, у меня вопрос тоже. А это не означает, что тогда все-таки Иисус Христос, он, получается, как все-таки не равен Богу, да, а ищет воли все-таки Отца, да, то есть, как бы, исполняет Его волю. То есть, может, какая-то... Он исполняет Его волю. Старший, как по старшинству, да, потом Иисус Христос, вот как-то так. Вот, смотрите, а здесь нет такого, это вот добавка, здесь нет такого. Здесь он говорит, что я ищу воли Отца, а то, что ты ищешь воли Отца, это не значит, что у тебя какая-то другая воля, противоположная воле Отца. Он же не говорит, что у меня воля, то есть, другая, но я свою волю смирил перед волей Отца. Нет, он говорит, что я слышу от Отца, судящего, то есть, он просто, сам процесс рассказывает, что его воля соответствует Отцу. То есть, тут нет противопоставления-то. Он же объясняет иудеям, которые Отца-то считают за... то есть, считают за Бога, а его считают как противоположным Богу. И он им это объясняет. Он говорит, что я такой же воли, как у Отца. И я его так же воли, как вы, как бы, хотите вы от него, как бы, вы его как будто чтите. А он говорит, что я-то от него. Я такой же, как он. То есть, вот в чем... Он им это объясняет. И поэтому он применяет такие многие термины, заходит отовсюду, со всех сторон начинает... Что он не противопоставляет себе Отцу. Что он не противоположно от него исходит. То есть, тут надо еще понять... Тут надо еще понять то, что иудеи на то время и сейчас они понимают, что у Бога нету сына. Раб Божий исполняет волю Божью, а раб другого, то есть дьявола, исполняет волю дьявольскую. И вот они почему так иудеи спрашивают постоянно с подозрением. Просто они так все лукаво. У них же все вопросы, когда они подходили ко Христу, что саддуки, что фарисеи. Они знают, что у Бога нету сына и не может быть. Они этого не воспринимают. И вот все Евангелие об этом и говорит. Они до сих пор сейчас... Мусульмане откуда знают, что у Бога не может быть сына, что Иисус Христос, он только пророк, а не сын Божий. Потому что еще когда родился пророк Мухаммед, когда он уже возрастал, там были кто? Еретики? И еретики из евреев, и иудеев. И так как он был неграмот, он спрашивал у кого? Вообще на тех еврейских. Они над ним насмехались. А почему даже в Коране написано, что христианам относиться более к монахам и священству, более с любовью, нежели к евреям? Потому что евреи, они всегда насмехались над этими народами. И поэтому они до сих пор не принимают, что у Бога есть сын. Так и иудеи. Если обратить внимание на все вопросы, там, которые они задают Христу, то там из этих вопросов понимают, что они не верят, что у Бога есть сын. И те, которые потом после распятия Христа уже приняли и уверовали, да, не по делам его, а когда сошел Дух Святой на апостола в день Пятидесятницы, то есть этот дар языков же было, когда во время Вавилона, да, в Вавилонской башне люди разделились, и был дан их языки, да. И в этот, в день Пятидесятницы только сошедствие Духа Святого тоже им был дан дар говорить на разных языках. И только тогда, которые там из фарисеев уже приняли Христа, да, уверовали в Него. Почему они называются мессианские евреи, но почему-то они не в церкви. У Бога нету сына, они в это не верят. Да, вот еще бы хотел добавить, вот смотрите, написано, я ничего не могу творить сам от себя. И вот эти слова могут действительно, вот как сестра сказала, ну как бы, что отец, ну он, ой, что он не может, ну то есть он, ну как бы вторичный после отца, он как бы меньше, чем он. Но Вити сказано, я ничего не могу творить сам от себя. То есть он говорит, что я не, как бы не имею, как бы не могу иметь другую волю от отца. То есть смотрите, вот мы, ты как, вот я как человек, я, если бы я был человек, вот если вот я чистый человек, то я могу иметь волю отличную от Бога. А он говорит, Вити, я ничего не могу творить сам от себя. То есть я, говорит, я даже, я не могу, то есть у него воля как у отца полностью, то есть божественная воля. Вот, и эти слова наоборот доказывают, что он божественный, что он Бог. Поскольку если бы он был просто человек, вот без божественного, воли то тогда он мог творить что-то не что-то от себя уголь ягод даже творить не могу сам от себя то есть у него божественной воли такая же как у отца точности это как сын в отце и отец и свиньи да то есть эти слова которые как бы воспринимается наоборот понижает его на самом ли повышает его если внимательных прочитать это просто задаваться вопросом внутри просматривать он нам раз если он был чистый человек да он нам раскрывал тайну о себе то есть свое происхождение объяснял им о духовном говорил они все по плотски воспринимали то есть они ему предъявляют что ты свою волю делаешь а он говорит я не могу свою делать я вообще у меня у меня моя и божественная одна и та же воля это он говорил про божественную свою волю а человеческое у него полностью подчиненные то есть он у нас то есть такая же как у отца но человеческая воля я напомню что волю то есть у иисуса христа божественной воли человеческой он как лицо святой троицы то есть святая троица отец и на святой дух три личности но одна воля а в иисусе христе две воли человеческая и божественная человеческая полностью подчиненная то есть соответствующие воле божией то есть он ее полностью и он говорил по-человечески говорил что доминует меня чаще сия то есть то что когда он на крест шел человеческая воля его хотел избежать этого ну то есть не то что то есть она по-человечески он побоял то есть он как убоялся но будет не моя воля но 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 твоя господи то есть он ее смирил перед волей божией свою человеческую волю полностью подчинил и нам показал пример что мы так должны делать а божественную волю у него точно точно не оба она божественно как было так и осталось никуда она не делать то есть она такая же как у отца и святого духа вот видите здесь какие раскрываются все от богословские моменты да я слышал что прости просто хотел давай что хотел слышал говори говори слышал это толкование что вот это здесь вот ну четко в это то что ты прочитал чтобы что он смирил свою волю что здесь именно этом месте ну ну когда он молился тогда перед тем как его забрали что в этом есть ну как бы произвела что есть у него и человеческая природа и божественная природа везде природоню да да ну то есть не так как или чеки то есть это аргумент против и речков те которые говорят что у него там ли одна природа или чего-то такое как министр янь по моему ли как жизнь есть которые монофизиты говорят что у него одна природа то есть это божественная природа только а есть которые только что человеческая природа а святые отцы церковь приняла в полноте что у него божественно полностью божественной полностью человеческая природа не слияна и не раздельно то есть те кто горишь она слита неправы и те кто горшон раздельно неправы то есть она не слияна не раздельно но еще когда попустит просто на всю жизнь запомнить на всю жизнь это запомните все как печать поставить и больше к этому вопросу не подходить кто что-то хотел сказать еще ну да я хотел добавить по поводу человеческой воли еще по пустыне когда 40 дней ходил и он потом залкал то есть как человек да да человеческая природа то есть она он и плакал он когда увидел то есть ему то есть он по-человечески все это у нее то было иисус христос стопроцентный бог стопроцентный человек аминь продолжаем с 31 по 35 стих если я свидетелю в самой себе то свидетельство моё не есть истина есть другой свидетельствующийся мне и я знаю что истина то свидетельство которым он свидетельство мне вы посылали к ивану и он свидетельство об истине впрочем я не от человека принимаю свидетельство но говорю это для того чтобы вы спаслись он был светильник горящий и светящийся свечащий а вы хотели малое время порадоваться при всем свете то есть вот эта глава она касается его на крестителя шоу на нем свидетельством если кому-то непонятно сейчас потихонечку разберем толкование если я свидетельствую сама себе свидетельство не есть истина то есть это он говорит как применительно к понятиям иудеев то есть они как бы так понимает что он раз о себе сам говорит то она не истинно свидетельствует сам себя как бы хвалит и что его слушать и он им говорит что город не истинно хорошо быть может они намерены бы сказать ему что ты сама себе свидетельствуешь свидетельство сам себе никто не заслуживает веры то То есть они так ему хотели сказать. Посему он настоятельно говорит, я сам о себе не свидетельствую. Ибо в том каком случае, по вашему мнению, я не стоил бы вероятия. Ну то есть мне бы не надо было верить. Но есть другой свидетельщикся мне, Иоанн, Иоанн Креститель. Когда же говорит, если я и сам свидетельствую, свидетельствую мою истину, то говорит так по уступчивости. То есть Иоанн Креститель о нем свидетельствовал, что, а Иоанн Креститель это уважали. Уступая помыслу иудеев, говорит, пусть так, что я свидетельствую саму себе, но если я и сам свидетельствую, свидетельствую саму истину, ибо я, будучи Бог, достойный веры, называет Иоанна светильником горящим, потому что он не имел происхождения земное, и свет имел не сам от себя, ой, потому что он имел происхождение земное, как раз таки наоборот, и имел не сам от себя, но от благодати духа. То есть, светильник же горит не сам от себя, то есть, им у него надо благодати духа, и на время, когда же наступит день Господень, то есть, учение, то светильник закрылся. То есть, когда Господь вышел с проповедью, Иоанн Креститель в этот момент уже его все, его миссия была закончена. То есть, и какое было свидетельство Иоанна? Он подготавливал народ к принятию Христа к этому, то есть, он именно и объяснял, и говорил, что идет за мною тот, кому я не достоин развязать, то есть, кто больше меня. То есть, хотя Иоанна очень высоко просто в народе ценили, просто, ну, он такой праведник был, знали, что он от Бога, люди знали. Иоанн как раз таки свидетельствует, что, говорит, вот все, что вы мне видите, я, говорит, меньше того, кто идет за мною. То есть, его свидетельство истины. Здесь он делает ссылку, Христос, на свидетельство Иоанна. И он говорит, что он был светильник, горящий и свечащий, но вы хотели малое время порадоваться при свете его. То есть, говорит, он был всего лишь светильник, а вы уже хотели малое время порадоваться при свете его. А я, говорит, здесь уже непосредственный свет, который не имеет, то есть, не горящий свет, не малое время. То есть, не уходящий, как бы, не проходящий, но вечный. Иоанн Гелет Иоанна, 5 глава, 36 по 38 стих. Я же имею свидетельство больше Иоанна, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, сами дела сии, мной утворимы, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня, и пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне. А вы ни глаз его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имейте слова его, пребывающего у вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал. Я же, говорит, имею свидетельство больше Иоанна, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, сами дела сии, то есть они больше, чем само свидетельство Иоанна. Иоанн говорит, засвидетельствовал обо мне. Иоанн, которого вы считаете достойнее всех, достовернее всех. Но как могли найтись некоторые клеветники и сказать, да что нам? Иоанн просто благоприятствовал тебе, посему и дал свидетельство всем весьма доброе. Посему, говорит он им, как бы вот людям этим. Вы посылали к Иоанну и спрашивали его без сомнения, считая его истинным. Впрочем, я имею другое свидетельство больше Иоанна о себе. Дела, которые Отец дал мне, то есть возложил на меня совершить, свидетельствует о мне. Делами называют чудеса. Например, зацеление расслабленного и прочее. Ну и воскрешение. То есть он говорит, что самые дела, как бы мне говорят, что обо мне говорят-то. Бог засвидетельствовал обо мне во всем Писании, в законе и пророках. Вы, говорит, не слышали голоса, то есть отца, лица его не видели. Да он вам и решительно неизвестен, потому что вы не имеете и слова его, пребывающего у вас. То есть незнание Писаний, свидетельствующих обо мне. Хотя и думайте, что знаете, и хвалите, что вам верены слова Божии. Что вы не знаете Писаний, это ясность того, что вы не верите тому, кого он послал. То есть Христос говорит, вы мне не верите, потому что вы не знаете на самом деле Писаний. И как вы не слышали голоса Божьего, ибо Бог не имеет голоса чувственно, ни лица его не видели, ибо он не имеет вида и образа, так и не имеет в себе слова его, то есть Писаний, свидетельствующегося обо мне. Вот и вопрос такой. Вот он говорит, вы ни глаз его никогда не слышали, лица его не видели, и не имеете слова, пребывающего у вас. А мы имеем слово Бога, которое в нас пребывает. Если мы не имеем внутри себя слова Бога, то на самом деле мы не верим и Христу. Потому что, видите, сказано, не имейте слова, пребывающего, потому что вы не верите тому, которого он послал. То есть это все связано. То есть если в слово человек Божий не верит и не принимает его, то на самом деле он и Христу-то не верит, потому что это его слово, он же и Богом является. Мне это сразу говорит о том, что о важности толкования, то есть они, Писание вроде бы знали, могли, может быть, наизусть по слову, но толковали по-своему себе в угоду. И все. Нет, это же не толкование, пророки же. Бог же говорил только с пророками, но они не понимали божественного смысла толкования. Они по букве его понимали, по плоски. Хотя они и старались понимать божественное, а как они поймут, если Дух Святой еще не сошел и не открыл? Он только был на пророках и пророком только являлся. То есть пророком говорил. Только пророки слышали волос Божий, изрекали его. Почему написано, изрекали его святые Божьи человеки, движимые Духом Святым. А еврейский народ движим был Духом Святым, если они каждый раз падали бы до поклонства, хуже, чем Булдай при Любодеянном. Однако, если это воспринимать как прообраз для нас, то это можно на нас отнести. В том смысле, что нельзя толковать Вященное Писание от себя, как это делают сектанты. Ну, в этом смысле ради что. Надо сверяться с толкованием святых отцов. Если у тебя бывает человек, вот тоже так читаешь Писание, и все, ты как бы начинаешь понимать, и сверяешься с святыми отцами, и окажется, точно так есть. То есть, а если сверяешься не так, то вот знай то толкование, которое у тебя не от Бога пришло. Вот так и определять. А бывает толкование, это же еще нравственное. А нравственное можно там углубляться очень много, и очень, то есть, очень много. Каждый раз, вот как Игнат Тихонович говорит, я, говорит, 50 лет читаю Библию, и каждый раз новое глубину нахожу, новую всегда. Вот дает комментарий Игнат Тихонович. Какую скорбью и укором звучат слова Спасителя против религиозных вольнодумцев? Господь разум своих противников водит в жесткие рамки Библии, не позволяя уклониться ни влево, ни вправо. Весь Ветхий Завет имел единственную цель привести своих слушателей к Нагорной проповеди, к ногам Иисуса в доме Лазаря. А если этого не случилось, то человек прошел мимо, и знание Писания ему немало не послужило на пользу. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Апостол Павел, иудейский раввин, получил откровение от Иисуса и сумел заново пересмотреть все свои знания, и за каждое овцо, и за каждым агнцем, за всеми жертвоприношениями он вдруг убил Христа распятого. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел четою, да и все почитаю четою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа Мого. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за слов, чтобы приобрести Христа». То есть апостол Павел, он хорошо знал все Писания. То есть он был научен в отеческом предании вообще на 100%. Очень был ревностный. Но он говорит, что «я все почел четою». Павел отказался от всего, чтобы приобрести Христа. То, что он считал преимущество, почел четою. А что вот мы считаем преимуществом в нашем? Образование бывает, происхождение, знания свои, положение в обществе, отношение к себе людей. То есть мы, все, что мы имеем, все, что мы считаем своим преимуществом, достижением, он все это отверг ради Христа. А Христа-то по-другому получается не приобрести. Можно ходить в фрам, ходя, исповедуясь, почищаясь, но оставаться точно таким же, как и прежде, мирским. То есть не отвергнуться себя. То есть если ты все вот это не отверг, что-то было, что у тебя до Христа, как читой, то ты Христа-то и не приобретешь. И вот Матфея, 16 глава, 24 стих, как Христос говорит, тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест твой и следуй за Мною. То есть отвергни себя. И здесь апостол Павел-то и говорит, что вот он говорит, я посчитал все счетую, все засор, чтобы приобрести Христа. То есть он отвергся себя, все, что он знал, все, что он это все, отверг и подчинил Христу. Так, если вот этой первой ступени нету, отвергнутся себя, то вообще ничего нету. То есть человек еще даже не зашел в церковь, он не вступил, Святой в Духу на нем еще не почивал. То есть он не знает, что это такое, если вот эта первая ступень не есть. Есть то, как правило, вот что мы сейчас видим? Изменение расположения отношения к церкви. То есть человек был, допустим, безбожником, Бога не верил, или верил, что-то там плохо, но вдруг вот он действительно изменился, то есть он как бы, ему Христос, то есть он узнал о Христе, к примеру, он знал о церкви, ему священники, что там можно простить грехи. То есть и даже действительно он от грехов-то отошел, то есть покаялся в грехах, но дальше он не двигается, его изменение только произошло к церкви. То есть он до этого плохо относился, стал хорошо к церкви отходился. Не ходил в церковь, стал ходить в церковь. Бросил пороки чашки. Но он-то остался таким же, он не отверг себя, себя самого-то не отверг. Все так же ищет временного греховного. То есть человек там, он ходит в церковь израковленный, но в Турцию ездит отдыхать так же, ему каждый год хочется, как со всеми, с друзьями, ну как все, Новый год отмечает. Там, к примеру, все то же самое, он таким же и остался, он ничего не отверг. Все так же ищет, там, не знаю, себе хорошую, он там ищет, чтобы Бог ему дал, то, что он такой праведный, там, какую-то работу, которую там много денег ему будет приносить, я не знаю, жилье там какое-то большое, там хорошее. Ну там, что ему Бог будет давать что-то поверх этого. То есть его не... Все так же ищет временного и греховного. А надо-то искать-то спасение своей души, а не жизни. Отвергнуться себя, значит, все посчитать, как щиту. И вот Христос говорит, возьмет крест свой и следует за мной. А следует за ним, это значит, сесть у ног Христа, то есть у Слово Божьей. Все, что говорит и чувствует, делает Бог, перенять на себя. То есть починить свою волю Его воле. А это мы можем, только зная Его волю. А Его воля в точном смысле отражена только в Слове Божьем. То есть вот в точном, прямо в идеальном смысле только Слово Божье является волей Бога. Даже не то, что мы там что-то чувствуем, и даже не то, что сказали некоторые святые отцы. Есть что кому-то добавить? Видите, он же тут предъявляет конкретное, он говорит, вы, говорит, меня не принимаете, потому что не имеете Слово пребывающее у вас. И сейчас это то же самое, в точности самое. Вот давайте ответим на вопрос, кто вот как думает, что такое, как определить, пребывает ли Слово его в нас? Как вот это определить можно? Может кто-то дать ответ на этот вопрос? Как это вот? Нет, интересно. У меня есть свое мнение на этот счет? Ну что значит, чтобы Слово его пребывало в нас? Наверное, это бояться согрешить, заповеди его исполняют. Это огонь. Ну да. Одно из, ну то есть, да, так и есть. Ну то есть, что когда ты, у тебя есть какие-то свои, ну то есть, ты по-своему смотришь на мир, а тут у тебя Слово его пребывает в вас, то есть, ты смотришь на мир его словами, то есть, на все, что через его заповедь, через привод. У тебя постоянно играет его заповедь внутри. Ты читаешь его Слово, да. Да, прости, договори. Говори. Хорошо. Ну, например, это, то есть, в каждодневной жизни это выражается в том, что ты все время думаешь о Боге. Как, вот, например, ну, например, уходишь из дома, надо помолиться обязательно. Возвращаешься обратно, там, поклониться у входа, например. Ну, например, такие бытовые ситуации, говорим. То есть, ты всегда думаешь, вот как, что, имеешь Бога в уме все время. Как бы исполнить волю Божию. Вот видишь ситуацию, например, человек, ну, человека можешь, например, благовествовать в какой-то ситуации. Ну, как только получается возможность, ты это делаешь. Все время стараешься, Бога умеешь, имеешь на уме именно в этом. Ну, всегда. То есть, нет ни одной, любую ситуацию, например, спорная ситуация, думаешь, согрешишь тут или нет, как поступить тут. То есть, все время беспокоишься, все время имеешь Бога на уме, начеку. Ну, вот тут, мне кажется, надо разделить, что одно дело иметь Бога на уме, а другое иметь Слово Бога, ну, постоянно на уме. То есть, это-то связано, конечно, это никуда не деть, но вот именно то, что ты ищешь волю Божью и постоянно сверяешься с Его Словом. То есть, ты ищешь подтверждение из-за Его Слова. внутри себя. То есть, ты не ищешь чувственных подтверждений каких-то там сладких или святых. А то, что именно из Его Слова должно оно быть в тебе. То есть, ты во всем все проверяешь через слово. Мне кажется, вот это еще имеется в виду. Потому что можно ходить-то и, вот я знаю, но в монахи, что вот, они уж постоянно задержат Иисуса, Иисусову молитву, да, постоянно творят, но в то же время действует противоположно от Слова Божия полностью. То есть, уходят прямо в пустыню, то есть, в противоположности. Уходят в горы. Но постоянно думают о Боге, помышляют о нем. То есть, мало постоянно помышлять о Боге, надо постоянно еще иметь его слово внутри себя. И Ева в раю отступила, ведь она тоже, как она могла отступить-то? Именно, когда она приняла слово, слово Божие, у нее перестало внутри ее играть. То есть, вот мне нравится, как Авдеенко, он говорит, вот как, говорит, ее смог змей соблазнить. Ну, говорит, змей, говорит, шипит. И вот в этом шипе, он, говорит, как бы заглушил, это как бы так образно, на самом деле. Заглушил, говорит, слышание заповеди в Еве. То есть, она начала слушать вот это шипение мира, то есть, шипение вот этого змея. Она отстранилась от слышания Слова Божия к слышанию внешнего, которое слышание мира. И то есть, а мир, вот как нам сейчас, то есть, змей нам через мир шепчет. Допустим, Бог нам говорит, умрешь, а мир нам говорит, не умрешь. Все так делают. Ничего, все живут же, ничего не умирают. То есть, и ты внутри себя подменяешь заповедью этими словом мира, Слово Бога. А если внутри тебя всегда Слово Бога играет, то ты его блядешь, постоянно сохраняешь внутри себя, не даешь к нему подступиться. И, соответственно, тебя дьявол не может укусить. Просто не может он тебя укусить. Он тебе подобраться не может, потому что ты все проверяешь через Слово Божие. И Христос поэтому дьяволу-то и отвечал Словом Божиим. Он ему не отвечал иметь как собственно власть имеющую, а имел, говорит, написано. И дьявол просто бежал от этого. Так и вот я по своему опыту скажу, самый лучший, к примеру, чтобы не согрешить, мне кажется, это именно постоянно иметь на все случаи жизни внутри себя какие-то вот на память изречения Слова Божия. И это сильнее всего действует. Допустим, хочется посмотреть тебе на женщину, ты сразу же, кто посмотрит на женщину с вожделением, тот преливодит сердце в своем. Раз, все как отрубило. Допустим, не знаю, тянет человека на блуд, сразу вспоминаешь, разве не знаете, что все тела ваши есть члены Христовы? Итак, отнимули члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы. Ты все понимаешь, как это у Христа я отниму свои члены? То есть мои, как это невозможно? То есть тебя мгновенно Слово Божие на место ставят. Трусливишь, к примеру, трусишь, сразу вспоминаешь трусливым там, маловерным, учись гений огненный. Ты ох, сразу думаешь, все. А если этого нету, игры вот этой, вот это, Слово Божие внутри тебя не играет, то ты не знаешь, тебя просто дьявол уводит, он тебе всякие аргументы приводит, которые там, куча всяких аргументов. И все, ты погибаешь. Извините за долгий мой рассказ, но вот это. Кто-то сказал, что-то хотел? Это как на все свои дела, желания, действия, вопросы, всегда задавать себе один вопрос. А что говорит на этом Священное Писание? Искательство. Да, 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 да. Сейчас. Можно добавить? Говорите. В 23 томе у Игнатия Тихоновича 373 страницы, а Слово его «Живет ли в нас?» есть целая проповедь на 4 страницы. Здесь написано, обязательно прочитайте, чтобы вот так вот не гадать, не говорить. Здесь именно написано и дается именно на то, что все начинается с рождения свыше, когда душа родилась в Слово Божие, тогда Слово Божие начинает жить в этом человеке. И он не может делать грех, и начинается послание к римлянам, здесь приводится пример Ик, первое, второе, третье послание Иоанна приводится. То есть не будет у тебя понятия греха, пока у тебя не будет рождения свыше, и оно не сможет тебе слово «жить», пока ты еще мертвый. Вот сбрось, пожалуйста, вот этот, найди это, сбрось. Вот я только можно один абзац дочитаю. «Да одного не годны, и слова его нет в нас, а теперь с обратной стороны начнем читать. Если слова его Евангелие, Библия не было в народе, так настоящего осознания греха-то ведь не было, а только то, на что указано не пил, не курил, аборты не делал, и на этом замкнулось. А если внутреннего духовного перерождения не было, человек не может исполнять заповеди, новое вино в старые мехи не вливается, они разорвутся. Говоришь, а через день встречаешься, а он опять тоже делает. «Да я же тебе уже говорил это!» Человек, нерожденный свыше, не может по-настоящему ни поститься, ни молиться. Он пытается, но у него ничего не получается, и не будет получаться у него, все будет разваливаться. Тут я не знаю, как это самое, в интернетной форме можно найти. 373-я страница в 23-м томе, там 4 листочка, обязательно почитайте. Ты тогда название скинь, я потом скопирую и скину всем. Она так и есть, проповедь, слово его есть ли в нас? И как раз эта проповедь именно в 23-м томе, которая для евреев написана. И для нас, конечно же, в первую очередь. Так вот, да, именно же, получается, слово Божье начинает человеке играть, когда он именно рожден свыше. Да, да. Тогда у него есть понимание. Тогда у него сроцентность это появляется, да. А пока человек не рожден, для него это мертвое все. То есть он это слышит, слушает, но не слышит. Его внутри это ничего не рождает. Но чтобы это рождало, надо человеку захотеть, потому что все к этому идут, что видят они, что люди-то по-другому это воспринимают и начинают уйти к этому. Искать начинают, что не так. И, как правило, оказывается неправильный вход в церковь. Оказывается, что человек неправильно вошел в церковь. У него не было рождения, то есть настоящего покаяния, не было отречения от себя. Он не крещен. И вот человек, когда он разматывает эту цепочку, которая его привела вот в это состояние, и вот уже решает все вопросы, тогда уже у человека Бог. Поэтому он не может упоститься, не молиться нормально, и у него нету сил. У него нету вот этой благодати Духа Святого, которая дает неутомимость Духу, человеческой душе. Да, 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 вот видите, какой хороший беседа получилась. Продолжим. С 39 по 42 стих Иисус говорит, Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь, не принимая славы от человеков, но зная у вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Толкователь говорит, в вас не пребывает Слово Божие, то есть Писание, свидетельствующая о Мне. Сказал, думаете, как бы, вот он говорит, вы думаете иметь жизнь вечную, объявляю, что они поистине никакой пользы от Писания не получили, так как ожидали спасения от одного только чтения, но не предлагая веры. Вы меня преследуете под тем предлогом, что любите Бога, иудеи, действительно не имели любви к Богу, потому что гнали самосущную любовь, Сына Божия. Действительно, не имели они к себе и Слова Его пребывающего, ибо отказывались от Слова и Бога. Видите, ставится это равносильно, отказываться от Слова и Бога. Вот интересно, когда говорили, когда вот разговариваешь с людьми, да, многим воцерковленными уже давно, особенно очень давно, лет 20-30, как будто такое ощущение, как будто Слово просто умерло для человека, Слово Бога. Они не воцерковленные, они не верующие. Есть верующие, есть неверующие, есть мертвые, есть живые. Это неверующие люди, они еще не уверовали в Бога. Да, как будто неверующие абсолютно, потому что, ну, какие-то слова какого-нибудь там поистит святогорца ставятся выше, чем Слово прямое Бога. Выше просто ставится это. А потому что все богослужения церкви, литургии, она для роженых свыше уверовавших во Христа. Те, кто не уверовали, они как бревна там стоят, ничего не понимают. Да. Ну, вот и поэтому правильно говорит, воцерковленные, слово такое поганое. Оно ничего не означает, просто. Оно, наоборот, анти означает, то есть, воцерковленные, то есть, как будто, ну, просто или окормляет, корм, как вот, скотину окормляют. Игнать Тихонович это четко подметил, конечно, что надо делить на верующие и неверующие. То есть, верующий, это уже рожденный свыше. Все, для него Христос это самая цель в жизни. То есть, у него нет ничего выше Христа. И неверующий, для которой там внутри себя верит, там, к примеру, как-то верит по-своему, как-то там исполняет что-то, что-то не исполняет. Вот это неверующий. Ну, а уж я уже говорю, молчу про псов, которые писание говорит, псы, то есть, которые уж полностью, там, язычники, безбожники, их писание псы называет. То есть, там, а свиньями писание называет верующих, но валяющих к грехе. Такая заметка, что вот этих людей, которые, им говоришь слово Божие, то они вот, там, поисся святогорцы или кого-то еще ставят выше. Почему? Потому что, вот им вложили, что слово Божие невозможно, им так, то ли в подсознании, то ли как, им так внушили, что слово Божие, там, нет смысла разбирать, потому что, это там ничего не понятно, потому что, можно истолковать, как хочешь в итоге. Так напугали просто, и все, и люди в это поверили, и в итоге, там, им говоришь слово Божие, ну, там, сразу вот это, ну, там, надо толкование смотреть, да вот, толкование есть, ну, там, надо, можно по-своему понимать, как-то по-другому, там, вот, я другое слышал от батюшки, и вот такие вот разговоры начинаются сразу. Или дьявол, дьявол лучше всех знает Писание, еще они так говорят. Вот, да. Вот это ведь любимая фраза, я тоже. Дьявол, говорит, хорошо знает Писание. Дело в том, что не было проповедующих, да, проповеди не было по Слову Божию, и новые чада не рождались в Духе Святом, чтобы у церкви были новые чада, дети Божии не рождались. Дети Божии рождаются только от проповеди по Слову Божьему. А священники и монахи, они думают, что приходя в мирянина литургии, да, на богослужение, они там от богослужения родятся. То есть будут дети православные. Интересную заметку сделал Олег Синяев. Он говорит, кто у нас обычно в церкви остается? Алтарники там, те, которые в хоре поют. Да эти люди как раз самые неверующие и остаются, и обольщают других. Такую самооценку дал, совсем не по священному писанию. Мертвые люди и остаются. Да. Ну курящик, я знаю, вот певщик, курит, который поют и курит. Да певщики они самые гордые, самые тщеславные. Они от того, что поют, они от этого прям своё я аж на первом плане. Именно у хора. Так. Смотри, как что-то было. Так, мы уже разобрали, прибывает ли. Вот вопрос, соответственно, вот как, вот как так людям объяснить, например, что вот всё-таки Слово Божие, оно имеет высший авторитет, чем что-либо. Не важно, что тебе там батюшка сказал, что Слово Божие, ну там, ну не важно, что тебе внушили. А как объяснить, что всё-таки на это надо ссылаться? Это прямое Слово Бога, это живое Слово. Потому что люди иначе не воспринимают просто никак. Как мы объясним? Вот официальное название Слово Божие относится только к Библии. Больше ни к чему нельзя отнести это слово. То есть даже не к канонам церкви, хотя написано трубы Духа Святого. То есть это только Слово Божие является непосредственным, то есть это официально церковно. То есть это всеми признано. И этот, мне кажется, что вот я слышал, Игнат Тихонович так приводил такие примеры, что вообще все вопросы внутри церкви, которые есть, как правильно поступать, как неправильно, как правильно считать, как неправильно, разрешались только на основании Слова Божия. То есть все еретики не залагались только на основании Слова Божия. То есть когда никакие невозможно никакие вопросы решить, всегда идет обращение к последней инстанции, к первой точнее инстанции. Это к Слову Божию. То есть это как Конституция просто. Она идет выше всего а это просто знание действительно выбросили просто убрали вообще его куда-то и задвинули хотя на самом деле вот если так посмотреть вот если убрать вот все отношения между людьми вот все что на тебя навеяло вот это приходящих церковно то ты сможешь все вокруг слова божие ты крутится даже богослужение вокруг него идет если так посмотреть все как они не возрожденные священники как они что-то могут сказать о священном писании даже прихожанам это мертвые люди я так смотрю на себя до уверования после уверования но совсем другой человек совсем другое рассуждение видения живой он видит после вокруг себя мертвых а мертвого не видит он не понимает ему бог это не открыл чтобы ты прозрел да должен смириться сердцем перед богом да и осознать что ты вообще никто ты даже такая молекула которая сейчас господь вот так вот дунет и тебя вообще пыльцо разнесет а у них нету этого с одной стороны и понять тоже можно вот и себя к примеру вячеславу до уверования какой-то был то есть ты такой же был как и они тебе же бог открыл кому бог откроет тому сполна откроет а для кого-то он закрывается и больше не откроется так я увидел что оказывается я не верующий я посмотрел на верующую это и увидел что и не да такое впечатление просто что людям которые так но сразу отвечают сразу начинают оправдываться таких ситуаций как говорят ну там слово божие это не так важно только чудо может спасти только только если косни коснется сердце господь иначе никак никаким аргументом не никак не докажет что слово божие нужно слушаться первую учить и на это ориентироваться такое впечатление складывается вот церкви есть прощенное воскресенье до священники просят у верующих просить и в чем я согрешил да а если так спросить священника вот индивидуально вот допустим я не знаю я прихожу на литурги на богослужение в чем ты просишь у меня прощение для него просто как это просто исполнить какой-то обряд и которая есть церкви прощенное воскресенье значит это делает беспокоение просто прости меня христа ради христа христа ради христа ради ну конечно христа ради простишь то а за что тебя прощать хотя бы знаю за что просишь прощение извинения точно точно это как но это-то глупость это вот стоит человек и глупый становится от того что все это верит не вникает ничего это не знает слова божьим не играет он просто глупый становится все это поверхностно становится вот у нас храме на исповеди я заметила такое стоять просто верующий поворачивается назад и просит у меня просим я христа ради за что мне ее прощать за что она просит меня прощение если я ее вообще не знаю кто она такая ну какие-то такие вещи действия совершаются в церкви которая непонятно откуда они вообще взялись и придумала думал и перед богом скажи господи прости меня согрешил сегодня в молитве ему просим да это уже исповедь покаяния перед богом и потом ты уже идешь на исповедь священнику чтобы он тебе разрешил грехи для этого его посаду священника в церкви власть данную разрешать грехи только у священников есть как положено это так отец Дмитрий Смирнов тоже он его постоянно зрители вопросы задают по поводу вот вот как раз перед исповедью когда уже человек идет поворачивается к людям сзади себя кланяется он раскритиковал жестко прям в пух и прах а ничего что ты ко мне спиной еще и наклонилась задом да ты что ты своей манере все вот так вот так продолжим братья я пришел во имя отца моего и не принимаете меня а если иной придет во имя свое его примите как вы можете веровать когда друг от друга принимаете славу а славы которую от единого бога не ищите не думайте что я буду обвинять вас перед отцом есть на вас обвинитель моисей на который вы уповаете ибо если бы вы верили моисею то поверили бы и мне потому что он писал о мне если же его писанием не верите как поверите моим словам туда я хотел бы добавить это до того как мы прочитаем толкование вот он говорит как вы можете веровать когда друг от друга принимаете славу то есть он видите поставил как он нам объяснил что зависимость такая есть то есть что мы не можем веровать как должно когда мы друг от друга принимаем славу похвалу всякую а славы от единого бога не ищем просто мне как будто это увиделось что он связь такая есть то есть нормальной веры не может быть если ты друг от людей принимаешь славу то есть его тысячу чтоб как бы как ты перед людьми ходишь то есть что такое значит принимать друг от друга славу это значит ты думаешь как ты перед людьми это все выглядишь то есть чего тебе люди подумают то есть от них славу ищешь от слова которая единого бога не ищешь толкование а придет иной то есть антихрист который будет доказывать что он только один бог итак меня который пришел во имя отца то есть говорю что послал посланцом вы не принимаете а его то есть антихриста примите это с вами случится за то что он пообещает вам славу жутейскую которую вы ищете желая принимать славу друг от друга и отвергая славу которую от одного бога а вам не обещаю ничего привлекательного в жизнь а вам я ничего не обещаю привлекательную жизнь но в словах моих вы не видим видите много трудного потому что говорит вы не верите мне и не найдете получите меня никакой житейской приятности иначе вы не верите мне потому что любите славу друг от друга ибо начальники учитель и учителя желая сами только быть славе у народа не принимает меня чтобы их слава не уменьшилась а народ пишущий любви от начальников не хочет обратиться ко мне чтобы из-за меня не лишиться честью начальников так как они постоянно ссылаясь на и моисея постоянно ссылась на моисея то господь говорили что он будет обвинять вас потому что он писал обо мне пророков оставит вам господь то есть писал миссии относилась ко христу и много иное частью словах частью знамениях и символ например чудо над купинную исход 3 2 тут огнем означалось божество атерновым кустом грешное естество которое воспринял огонь божества и однако сохранил он и они опальным озарив светом и одарив своим сиянием а недостатков не приняв весьма немало способствовало к вере во христа и сию изучения моисея если говорит восстанет порог творящий чудеса и отвлекающий от бога не верьте ему это антихрист и так христос пришедший во имя отца творящие чудеса и не отвлекающий их иудеев от благочестия был тот самый которым пророчество моисей если же не верить описание моисея то как поверить моим словам он говорит написал и библии всегда у вас перед глазами так что не так что если вы забыли легко может припомнить однако же вы не верите написанным как же поверьте моим словам не написано не писано все играет описанию то не верите как вот у мы сегодня то есть у нас тоже то есть православные не верят писания поэтому примут антихриста вот ведь он говорит что я пришел во имя отца мы не принимайте а если иной придет во имя его его применить то есть примут антихриста из этого места мы же мы знаем вот это именно место указать на то что иудеи ждут антихриста его примут и они его и коронуют то есть он и будет там вас сядет храме в иерусалиме это место об этом это указывает что и христос говорит чтобы его примете и вот тут интересно говорит а я вам не обещаю ничего привлекательного в жизни вот надо задаться вопросом от христа не ждем ли мы от христа нечто привлекательного в жизни например получить хорошую работу уважение похвалу там я христианин христианка добрый хороший чтобы мужу там хорошего подобрал бог потому что я христианин там или жену себе какую-то хорошую подобрал не ждем ли мы и так от бога такого допустим мне нравится серафим этот говорит в америке в рпцз святой то такой современный серафим не помните как его зовут молодой у меня нет 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 еще какой-то серафим роуз может роуз роуз да роуз вот он говорит что говорит ток встает на путь христов пусть не ожидает ничего кроме креста вот это мне кажется абсолютно правильные слова то есть это именно такое должен быть душевный настрой именно такой должен быть человек он только должен рассчитывать на крест и это такая радость на самом деле это рассчитывать на крест у бог тебя удостоит креста ты же знаешь что ты в его руке находишься что он не попустит тебе больше того чем ты можешь претерпеть а если мы ждем ничего привык что-то привлекательное в жизни ну то есть в мирском плане привлекательное а что может быть крестом в жизни например но у каждого свой крест но я подразумевал имеется ввиду бог может удостоить примеру быть исповедником что ты был его исповедником веры там кому-то быть мучеником то есть это удается именно достоин достоинство который бог дает дарует кому-то может быть там другие но это разное может быть у всех по-разному но надо быть готовым самое главное на этот крест то есть радоваться ему наоборот не ждать того что тут вот спокойно будет жизни в плане житейском все если вы так ждать этого то это вера это никакой нету быстро значит сломит тебя когда ты живешь со христом радости они все равно будут потому что ты живешь со христом а скорби они даны нам для того чтобы укрепляться вере терпению смирению то есть иметь в нас чувствование христова и десяти на тем более как когда плачь десятину господь благословляет и все равно ты имеешь радость христовым да так это радость гораздо больше ты книги привет ты не вообще ты от нее не зависит и не привязан ты воспринимаешь от бога который те это дает то есть даром не то что ты не боишься ее потерять потому что это бог все за этим всем следить то есть весь все мучения то чего только страха же идут каждый кто стремится получить нечто в жизни житейская он всегда боится это потерять или боится что он это не получит и живет в мучении сам из-за этого а верующие они не живут в мучении у них там отечество наверху то есть они знают что там и ждет а здесь они ожидают креста и когда господь тут дает радости какая бывает великая радость бы благодарность богу там ты еще говорил что евреи ждут антихриста да откуда это писание указывает там еще есть когда они то есть христа предали на распятие да они же выбрали себе они свой выбор еще тогда сделали до распятия христа не выбрали вараву парава это сын вора то есть они выбрали кого антихриста они его и жду потому что лакование дается да а помните мы читали в прошлое занятие про вот расслабленного которые там лежал до которую господь исцелил и там он лежал при то есть там где был пять крытых ходов да когда там было пять крытых ходов как называется вифсаида что ли как называлась вот этот ну купель и я вефес да 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 вефес да и вот я выгнать их ночи прочитал он говорит что это очень похоже говорит на то то есть мы же поняли что это указывает на крещение дошу человек в крещении исцеляется то есть от грехов его прощаются грехи исцеление происходит души и что крещение же можно получить истинный только в церкви опять крыка крытых ходов это пять церквей который может получить чел через который человек может войти в церковь то есть это как бы на это указано я только у игнатих на счету увидел то есть это нигде нет толкованиях но просто это так напоминает это действительно похоже первый раз евангелие без толкования я так и поняла что это раскрещение да это да это правильно поняла а вот то что пять крытых ходов это как пять церквей то есть католическо православное григорян армянь копты и сирийцы это вот мне интересно было такое тоже совпадение хотел еще сказать там где говорили что евреи избрали да они свой выбор сделали что самое интересное что у евреев у них день скорби это 9 августа это когда было разрушение их него храма и мы знаем что антихриста придет в субботу да и день суббота они будут строить свой храм то есть у них все должно быть в субботу выйти все должно быть готово чтобы это был уже 9 августа не день скорби а день радости то есть они будут ждать своего сына вора антихриста да сейчас им надо для этого воссоздать храм уже я знаю готовы все одежды облачение священников выводят там коров вот этих всяких своих священ чистых потому что уже не осталось там генетически уже все это выводится только храмы еще пока нет у них что самое интересное что в этом году это такой первый раз за историю в Израиле что за год выбирается дважды президент и у них кто-то сейчас волонтируется он бывший из советского союза и его у него именно идея собрать со всего мира евреев в Израиль то есть сделать так чтобы они благополучие в Израиле чтобы они все приехали туда то есть он уже волонтируется в сентябре будут выборы и посмотрим кто будет и у них сейчас начинается война с ли с ливаном и с ираком ирана выборы и война и в общем что там творится дай господи мир Израилю так и все сейчас прочитаем этот комментарий Игнатия Тихоновича и пойдем на молитву Библия это настольная книга для всех верующих христиан мы должны знать не только ее содержание но должны уметь применить ее в нашей ежедневной жизни в каждом поступке событий во всех изменениях если сказано что душа по природе христианка по первородной своей природе ибо по испорченной природе она уже язычница то душа каждого человека впервые услышав текст Библии должна воскликнуть это как раз то что искала я и нашла Иоанна 10 глава 4 стих и когда выведет он выведет своих овец идет перед ними а овцы за ним идут потому что знают голос его да то есть голос его в слове Божьем отражен если мы признаем пастора Христа то мы должны как овцы идти за голосом его потому что знаем его иметь Библию перед глазами очень легко поставив ее на видное место как икону но жить по ней сверяться по ней имея ее перед своими глазами это возможно только когда когда любишь Иисуса когда душу наполняет любовь и страх Божий тогда на каждый вопрос возникающий в жизни душа задает вопрос а что об этом говорит Библия этот светильник этот маяк этот рупор Библия всегда у вас перед глазами так что если вы и забыли легко может припомнить однако же вы не верите написанному вот он же именно это предъявляет то вот мы читаем Библию всегда у вас перед глазами то есть он говорит если в описание не верите то есть который у вас всегда перед глазами то как поверите моим словам то есть Библия всегда у нас перед глазами не просто сверяться и узнав что говорит Библия по любому вопросу тотчас же радостно отказаться от своего уже принятого решения и покориться Богу согласно Слову Его так делали пророки когда они желали своего и получали иное повеление они изменяли свой маршрут Библия всегда у вас перед глазами вот я по бороде хочу сказать что я тоже когда я понял что борода прочитал что Слово Божие это говорит что борода должна быть вроде мелочь такая но сил себе не находил изменить это и молил Бога чтобы он мне дал силы и он мне через всякие знамения дал эти силы то есть чтобы починить я чувствовал что нет у меня сил нет у рождения свыше чтобы починить себя Божьей воле и в итоге Бог через всякие чудеса мне показал что что это воля Божья что я не имею права ей ее отвергать Библия всегда у вас при глазами так что если вы забыли легко можете сверить припомнить однако же вы не верите написано способны ли мы на это можем ли проверить свою веру по Библии если бы сегодня создали специальную комиссию по расследованию какой-нибудь центр билетации составили анкету хотя бы из 100 вопросов который определяет суть веры Христовой то едва ли найдутся пять пунктов напротив которых не дрогавшая православная рука начитал бы это у нас точно по Библии Дух Святой заповедует нам биться бороться до смерти не просто за веру но за ту которую дал Бог и параметры которые четко определены в Библии филиппийцам впал в послание только живите достойно благовествования Христова чтобы и мне приду или увижу вас или не приду слышать о вас чтобы вы стоите в одном духе подвязаясь единодушно за веру евангельскую то есть апостол Павел говорит что за веру евангельскую подвязаться надо единодушно всем treatment библии всегда у вас перед глазами так что если вы забыли легко может припомнить однако же вы не видите написанному вот эти слова надо прям запомнить навсегда у нас всегда на пред глазами и Господь делает упрек вам если вы она и вы легко же гарь можете проверить однако же вы не верите написано в том то и дело тогда не веря написанному Все проблемы в этом. Ну что, братья, есть что сказать напоследок? Помолимся тогда. Игорь, Гарин, ты здесь, ты можешь помолиться? С микрофоном в порядке? Так, печатает, судя по всему, нет. А, все хорошо. Меня слышно? Да. Достойный я к воистину, блажит тебя, Богородица, пресноблаженная и пренепорочная, Матерь Бога наша, честнейшую Херувим, слабнейшую без сравнения серафим. Безыстрение Слова Бога родшего, сущую Богородицу, тебе величает. Молись, Игорь. Господи Иисусе Христе, помоги нам проповедовать, донести Слово Твое до всех людей в разных странах. Помоги людям обрести рождение свыше и никогда не отступать от Твоей воли. Чтобы человек жил исключительно руководствуясь Твоими словами. Чтобы евангельская проповедь никогда не останавливалась. Помоги нам, Господи. Аминь. 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 Братья, всех благодарю вас. Такие хорошие беседы. Аминь.